Привет! Вы на канале Аликас и совсем недавно, просматривая наше видео, мы с ужасом обнаружили, что оказывается, я вам не снял обзор на Верховину 5. Срочно исправляем эту оплошность. Сегодня у нас в обзоре будут культовые мопеды Верховина 5. Да, действительно, мы посмотрели наш видеоархив и оказалось, что про Верховину 5 я вам практически ничего не рассказывал. Вернее, у нас был мопед, переходная Верховина 5 из коллекции Александра Шевченко. Тогда мы рассказывали про эту модель, но тот мопед имеет небольшие отличия. Собственно, сама Верховина 5 или LMZ 2.153 это один из самых эпохальных мопедов вообще в советском мопедостроении. Появилась она в 1975 году и выпускалась очень недолго, до середины 1977 года, когда ее сменила Верховина 6. Но за это время, во-первых, Верховина 5 успела пережить несколько рестайлингов. Во-вторых, этот мопед, в принципе, определил конфигурацию последующих мопедов и Верховина, и Карпаты практически до самого окончания деятельности Львовского мотозавода. Итак, что же в нем было такого революционного, учитывая, что двигатель здесь тот же самый, с Верховиной 4, Ша 57 с педальным приводом. А революционным была именно вот эта вот архитектура мини-мотоцикла. На самом деле попытки и на Львовском мотозаводе, и на Рижском мотозаводе Саркана Звайгне выпускать подобные как бы мини-мотоциклы, то есть мопеды в стиле таких вот мотоциклов с прямым баком, с двойным сидением, они предпринимались и ранее. Есть очень много экспериментальных моделей, которые пытались заводы внедрить. Подсматривали они, естественно, эту идею, ну, например, у итальянцев, у меня было такое видео на канале, на котором мы нашли, в принципе, аналоги, с которых рисовался дизайн и мопедов Рига, и Верховина. Не 100% один в один, но какие-то элементы, какие-то архитектурные решения оттуда брались. И так, когда появилась Верховина 5, в принципе, было понятно, что это абсолютно новая модель, абсолютно революционная, изменила эту архитектуру, вот этот вот 7,5 литров бак, он уже был более объемным, позволял проехать на мопеде на довольно дальнее расстояние. И то, что он был расположен по мотоциклетному, то есть именно на Верховине 5, производитель ушел от вот этих всех наклонных баков, которые мы видели на третьей, на четвертой, на предыдущих моделях, здесь все, то есть ты смотришь на эту модель и понимаешь, что это маленький мотоцикл. Она была мега популярная. Верховина 5 была эпохальным мопедом, который с 1975 года, вот, в принципе, определил будущее львовского мотозавода, то есть и конфигурацию рамы, и вообще концепцию вот этого мини-мотоцикла, который мы увидим и на Верховинах, и на Карпатах. У Рижан, кстати говоря, они придут к этой концепции только в середине 80-х, когда начнется производство мопеда Дельта. А до этого все рижские мопеды, это были просто вот такие классические мопеды, которые, ну, с первого взгляда было понятно, что это мопед. Чем еще примечательна Верховина 5? Во-первых, тем, что она получила хромированные щитки. До этого хромированных щитков на львовском мотозаводе, в принципе, не использовали. Они были там на каких-то эксклюзивных версиях, но здесь вот это все впервые появляется. Кроме того, она получила такой довольно интересный багажник, а первые переходные версии еще шли с багажником от Верховины 4, трубчатым. Она получила удобный руль, который был уже выше, и который мог регулироваться по углу наклона с помощью вот этих зажимов. И это позволяло, в принципе, изменить достаточно серьезно посадку мопедиста. То есть ему было комфортнее ехать, не нагнувшись, а более высоко. Ну и сам дизайн Верховины 5, он, в принципе, очень интересный, символичный. И, ну, не побоюсь этого слова, выполнен на уровне итальянских образцов. Почему? Потому что Верховину 5 начали активно экспортировать. Мы, кстати, недавно встретили Верховину в Нидерландах. То есть добивали эти поставки и туда. И он смотрелся, в принципе, довольно современно и на уровне. То есть есть даже определенные фанаты, которые считают, что это вообще самый удачный, самый красивый мопед из всех. Ну, кто-то может считать по-другому. Ну, кстати, напишите в комментариях, считаете ли вы Верховину 5 самым красивым и удачным мопедом. Интересно будет посмотреть, сколько таких людей, которые так считают. Вот. На Верховине 5 мы впервые видим эту вилку. На Карпатах 2 она тоже точно такая же, только под другой катафод. Ну, то есть до самого окончания производственного цикла на Львовском мотозаводе вот эта вилка, вот эта архитектура, она, в принципе, присутствовала. Да, конечно же, были большие изменения в конструкции. Там Карпат и так далее. Геометрия менялась самого мопеда. Но вот эта концепция мини-мотоцикла, она никуда не девалась. Еще интересно, что здесь у нас есть довольно-таки внушительный бардачок под сидением. Сидения были на Верховине 5 всегда двухцветные, такие комбинированные кожаные. Как правило, там писали либо Верховина, как вот на этом экземпляре, либо просто ЛМЗ. Красили либо в красный, либо вот такой темно-вишневый цвет. И каких-то других цветовых комбинаций, ну, мне, по крайней мере, не попадалось. Хотя на фотографиях они присутствуют и в других цветах. Но, собственно, это скорее исключением. Мопед этот был, ну, относительно надежным, насколько мог быть надежным советский мопед в те годы. Из интересного встречалось очень много комбинаций вот этих вот шильдиков. То есть они здесь мы видим двухцветные. Они есть и на черном фоне, есть на серебристом фоне, есть еще какие-то другие вариации. То есть мы об этом снимали отдельное видео под названием Геральдика ЛМЗ, где показывали такие же варианты. Еще хочу отметить, что в комплектации, в принципе, Верховины 5 могло входить и вот такое вот зеркало, боковое. И оно здесь и было, судя по отверстию в этой ручке. Но, к сожалению, мы не смогли такой найти. Двигатель, в принципе, на этом мопеде встречается только Ша-57, Ковровского или Литовского производства. То есть есть различные вариации. Двигатель хорошо известный еще по Верховине 4. И с таким же двигателем, в принципе, дебютировала и ранняя Верховина 6. Но об этом мы поговорим в следующие разы. Таким образом, Верховина 5, еще раз подчеркну, что это один из самых знаковых мопедов в советском мопедостроении. То есть он, в принципе, предопределил вообще развитие мопедов ЛМЗ на ближайшие 20 лет. Поэтому это очень-очень важная модель. И, конечно же, ее нужно иметь в коллекции. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Стараюсь вам рассказывать об истории нашего производства на примере реальных экземпляров. Субтитры создавал DimaTorzok